МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С Соловатом Юлаевым. Счет вне сейчас 1-1. После победы в первом матче 2-1 черно-белые имели шансы на успех и во втором поединке, когда Виталий Кравцов вывел команду вперед. 2-1. Однако хозяева сумели отыграться в основное время и забить решающий гол в овертайме. 2-3 поражения подопечных Анвара Гатиитулина. Ошибки есть, всегда присутствуют. Тем не менее, стараются, самодача, никому нет претензий. В другом полуфинале на Востоке также сохраняется равновесие. В первой игре в Казани победил Металлург 4-3, во второй был сильнее Акбарск 4-1. Во вторник противостояние продолжится в Магнитогорске. Ольга Фаскулина стала обладательницей Кубка мира в командном спринте. Челябинская конькобежка победила в составе сборной России в финале Кубка планеты, который состоялся в Минске. Россиянки опередили соперниц из Норвегии и Голландии. Напомню, что серебряную медалистку игр в Сочи Ольгу Фадхулину не допустили к играм в Пхенчхане, после чего она завоевала бронзу на чемпионате мира в спринтерском многоборе, а вот сейчас и золото. А челябинская дзюдоистка Таисия Киреева завоевала серебро в турнире серии «Большой шлем» в Екатеринбурге. Ученица тренеров Салавата Мингазова и Андрея Вострикова взяла верх над спортсменками из США, Хорватии и Японии, но уступила в финальной схватке бразильянке. В итоге у Таисии Киреевой первое в своей спортивной карьере серебро престижного турнира. В Челябинске определили лучших боксеров области, с которыми связано будущее этого вида спорта в регионе. Молодые спортсмены показали красивый бой, получив награды из рук первого вице-губернатора региона Евгения Редина. На ринге дворца спорта «Динамо» лучшие из лучших финалисты чемпионата Челябинской области, сильнейшие в своих весовых категориях. В первой паре тяжеловесы. Магнитогорец Николай Губанов заметно выше и кажется мощнее Дживана Качканяна из Челябинска. Но в боксе объемы далеко не главное. А это уже другой бокс. Легковесы словно не бьют, а фехтуют, мгновенно нанося множество ударов. Победу над Владимиром Сесиным из Магнитогорска одерживает челябинец Ашот Геваргян. Поединок оценил первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин. Молодцы ребята, очень хороший бокс. Причем он совершенно разный. Был первый тяжелый вес, потом уже был более легкий вес. Естественно, они совершенно по-разному двигаются, это разные стили. Данилу Шамсуддинову в апреле предстоит участие в командном Кубке России за сборную Урала. То, что к испытанию готов, показал финал со Славиком Эрапетяном и Златоустом. Сезон хорошо начался, выиграл всероссийский турнир. Сейчас чемпионат области, в дальнейшем. Сейчас Кубок Урала, потом чемпионат Урала, чемпионат Динамо. Дай Бог, будем готовиться отбираться в чемпионат России и ставить самые высокие цели. Чемпионат округа по боксу пройдет в августе, также в Челябинске. Южноуральская столица уже в четвертый раз встретила открытый региональный фестиваль адаптивных единоборств. Среди участников около сотни человек из Челябинска, Екатеринбурга, Шадринска, Уфы и Новосибирска. В программе фестиваля показательные выступления и соревнования под дзюдо и каратэ. Среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата, слуха, интеллекта и зрения. 19-летний дзюдоист Сергей Николаев легко берет верх над своим соперником. Сергей один из перспективных отечественных слабовидящих спортсменов. Готовлюсь я на чемпионат России. Я лечу в Москву. Буду бороться в Раменском, в Подмосковье. Это будет отбор на Европу. В дальнейших планах организаторов расширять географию участников. Повышать не только массовость состязаний, но и их уровень. Ульяна Любимова, Валерий Киченко, Евгений Чекалов, ОТВ. На сегодня это все. В завершении интересный факт. Самая вместительная хоккейная арена находится не в Канаде или США, а в Японии. В 2000 году был открыт удивительный спортивный комплекс, способный вместить в себя 22 500 болельщиков. Далее происшествие с Елизаветой Болдыревой. Не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok